Книга «Открытым оком», 23 том. Вопрос 3547, тема «Покаяние». Вы говорили об обращении какого-то безбожника в христианство, а я не был в тот день. О ком идёт речь и где про него прочитать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В городе Фрунзе жил мой брат Павел, и он был близко знаком с Кушнарчуком Иваном Даниловичем, баптистом-инициативником. И в том же городе был лектор общества знания и, видимо, вёл работу со студентами, может, и преподавал у них. Я встречался с этим лютым безбожником-евреем несколько раз. Среднего роста, бритый, сухощавый, голос чистый, чёткий, но въедливый. На моих плёнках я нашёл эти записи бесед, и, Бог даст, они будут опубликованы, быть может. Ярый был тип и очень ядовитый. Но вот приезжает уже из Америки этот баптист, 72-х лет, и рассказывает, что еврей тот обратился к Богу и стал чуть ли, чуть не их прихожанином. Потом я прочитал в журнале «Вестник истины» о нём. И там фотография этого обращённого, и у него берут баптисты интервью, и он отвечает трезво о том, как он обратился к Богу. Он стал баптистом и, похоже, у зарегистрированных. Сидит в какой-то распашонке. Оказалось, что он сильно болел и несколько десятков операций перенёс. Кто берёт интервью, он как бы с проглядом вперёд и чуточку с насмешкой спрашивает, а не будет ли того, что он опять вернётся к прежней блевотине. На что еврей-христианин отвечает, что он обрёл Христа и назад ходу нет. У меня сохранилась брошюрка его «Борис Иосифович Гальперин» издательства «Кыргызстан. Фрунзе. 1977 год». «Боязнь прозрения». 40 страниц, 7 тысяч экземпляров, цена 5 копеек. 2 царств, 14, 14. «Мы умрём и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного». 2 царств, 22, 7. «Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и он услышал из чертога своего голос мой. И вопль мой дошёл до слуха его». Псалом, 21, 25. «Ибо он не презрел и не пренебрёг скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему. Исаии, 58, 9. «Тогда ты воззовёшь, и Господь услышит, возопиёшь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное». Овечкам от волков совсем житья не стало. И до того, что, наконец, правительство зверей благие меры взяло. Вступиться в спасение овец. И учреждён совет на сей конец. Большая часть в нём, правда, были волки. Но не о всех волках ведь злые толки. Видали и таких волков и многократ. Примеры эти не забыты, которые ходили близко стад. Смирёхонько, когда бывали сыты. Так почему ж волкам советий не быть? Хоть надо б на овец оборонить, но и волков не вовсе ж притеснять. Вот заседание в глухом лесу открыли. Судили, думали, редили. И, наконец, придумали закон. Вот вам от слова в слово он. Как скоро волк у стада забуянит, И обижать овцу он станет, То волка тут, властна овца, Не разбираючи лица схватить за шиворот, И в суд тут часть представить. В соседний лес или в бор. В законе нечего прибавить, не убавить. Да только я видал до этих пор. Хоть говорят волкам и не спускают, Что будь овца ответчик или истец, А только волки всё-таки овец в леса таскают. 1832 год. Крылов.